Воду пока совсем не назвать теплой. Несмотря на это, городской пляж официально открыт, работает давно, принимает всех желающих. Самое главное, здесь чисто, безопасно и, несмотря на это, почему-то многие предпочитают пляжи несанкционированные, которые проверяющие органы называют опасными для жизни. Почему и хотим понять. В Барнуле около 20 несанкционированных мест для купания. На них с рейдами периодически бывают сотрудники МЧС и других проверяющих служб. Они, в отличие от официального городского пляжа, таят в себе множество опасностей. И на них, конечно, нет квалифицированных спасателей. Потому что в основном тонут люди, которые в алкогольном опьянении и дети. Людей в алкогольном опьянении мы выводим. У нас есть патрулирует охрана. Если они не сопротивляются, мы подходим к охране. Она уже делает свое дело. И детей мы тоже смотрим, чтобы дети до 18 лет приходили со взрослыми. У спасателей есть инструкции. Они действуют на опережение. Поэтому, когда за несколько последних лет приходилось доставать из воды тонущего, здесь припомнить не могут. А вот на диких пляжах все иначе. В прошлом году от утоплений всего погибло 18 несовершеннолетних. От дорожно-транспортных происшествий 12. У нас второй год подряд происходит увеличение числа детей, утонувших в естественных водоемах. Но дикие пляжи несут не только опасность смерти, есть неприятности и поменьше. Среди всех несанкционированных вот этот пляж один из самых любимых. Здесь, кстати, не должно стоять контейнер, а его все равно поставили, потому что люди бросают мусор. И несмотря на то, что он стоит, его продолжают бросать вокруг него. Поэтому здесь любят не только купаться, но и проводить субботники. Видимо, здесь субботник недавно прошел. Как показывает практика, эффекта хватает ненадолго. Посетители пляжа подтверждают. Итого, в сухом остатке платные или муниципальные пляжи позволяют вам не пополнить статистику утонувших и не испортят впечатление мусором. Андрей Дреер, Александр Антропов. День с толком.